Где же живет наша тревога? Как любая другая эмоция, все начинается с лимбической системы. А точнее, с миндалиной. Именно она является центром стресса. Ей помогает гиппокамп, который начинает анализировать, что же мы испытывали ранее в подобных ситуациях. И если есть подтверждение, что мы уже испытывали тревожность, страх, стресс, то наше состояние ухудшается. Потом подключается гипоталамус, который выбрасывает кортизол, гормон стресса, и все, эмоции зашкаливают. Но не все так страшно. Мы же не всегда волнуемся, правильно? Все потому, что в этот же момент подключаются большие полушария. А точнее, префронтальная кора. Она анализирует ситуацию, можно ли избежать неприятностей, и что нужно делать, чтобы прийти к позитивному итогу. Отсюда возникает вопрос. Не у всех, видимо, работает префронтальная кора, потому что не все люди логически вывозят и успокаиваются. Многие продолжают тревожиться и испытывают эту эмоцию достаточно долго и достаточно часто. Все дело в доминанте. А точнее, какое полушарие доминирует. Нейробиологи изучали эмоции, стресса, страха и тревожности еще в 1996 году и в 2000 году. И при помощи функционального МРТ было выявлено, что во время тревоги у нас активно правое полушарие. Потому что левое полушарие отвечает как раз таки за анализ, за логику, за построение планов. Оно нас логически успокаивает и говорит, что мы можем сделать. В то время как наше правое полушарие отвечает за воображение. И в момент тревоги, если вы боитесь водить, оно будет постоянно вам показывать, как вы попадаете в аварию или сбиваете пешеходы. Что же делать людям с активным правым полушарием, которые очень часто и по привычке уже начинают испытывать тревогу, я расскажу в следующем видео. Продолжение следует...